Да как так? Как меня в этой игре чпокают просто без шансов? Да не сы, таракуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счётов плюс 100% кредитов придёт. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история. Родная помоечка, прошу тебя, живи ещё 12 лет. Эх, Капитан Очевидность, сказал как ртом. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидности. 12 лет лучшей игре на свете от Astrum Entertainment по версии Astrum Entertainment. Warface. Игра, которая имеет в себе массу недостатков, но при этом и массу тех свойств, по которым мы всё ещё с вами здесь. Ну, кто-то не здесь, кто-то, как всегда, напишет в комментариях, что не играю в Warface с 2010 года, но Рокуху смотрю. Да, такое тоже бывает, таких много, я уже понял. Конечно же, в первую очередь я должен сказать о чём-то позитивном. Отличненький анекдот, пошёл. Ха-ха-ха, да. Не, ну на самом деле, определённый позитив есть. События на 12-летие, вот этот новый режим временный, эта дэшка переделана, это же реально душевно, согласитесь. Нет, некоторым не нравится, они говорят, что мутяшное какое-то говно и т.д. и т.п. Но тут, знаете ли, на вкус и цвет. Мне лично зашло, сам не играл, прикольно. Ха-ха, ладно, шучу, играл на немножко. Я сейчас как-то больше на ПТСе зависаю, там, кстати, да, я успел покатать, точнее ещё на закрытом тесте с ютуберами. Было весело, было задорно, прямо да, годнотелло, подтверждаю. Реально классный подгон. Есть ещё кое-что интересное, ну как сказать интересное, вот как раз в канун, по-моему, 12-летие, или когда у нас уже 12-летие наступило, один из представителей администрации написал ютуберам нам некоторую информацию. Наверное, многих это обрадует, многих, наоборот, не обрадует, кто-то будет говорить о меня ни за что, но зачитываю текст, вот прям буквально, как он нам написал. Те, кто бустился с читерами, получили наказание. Сейчас побегут по личкам. Блогер, спасай. Я не я, и хата не моя. Так вот, заявки рассматриваться не будут. Тут пусть отсиживают срок, наказание и не бегают ПВЕ с читаками. Как мы понимаем, речь прежде всего идёт о тех, кто бустился на ПВЕ с читерами. Тут, правда, надо сказать, что разрабы сами во многом довели до такого. Накосячив с этим самым ПВЕ, с одной стороны, говорят, и броня у нас не очень там работала, с другой стороны, со сложностью переборщили, но при этом дали крутые награды. Вот дай человеку что-то, к чему он будет очень стремиться, при этом сломай всё остальное. Ну, чего вы, дорогие мои, ждали? Ну, конечно же, многие прямо не смогут устоять перед соблазном запуститься с магами-волшебниками, которые уничтожают всех ботов за долю секунды. Так что, если кто-то этому обрадован, он действительно своим трудом, жопоболью получал разряды, проходил ПВЕшки. Ну, что, пацаны, радуйтесь, как бы, вот тех, кто решил обойти систему и вперёд, так, очереди пройти в наглую. Да, как бы, бомбалейлу, их наказали. Кто будет писать? Мне не пишите, что вас забанили ни за что. Ну, тут сразу сказал, всё, представители администрации, блогеры, не пишите нам всё. Это история в прошлом. Теперь, короче, если забанили, значит, забанили. Ничего мы разбирать не будем. Вот, ну, как бы, как бы, если вдруг, правда, ни за что, ребятки, сочувствую, так оно и бывает. Однако, при этом, надо заметить, что празднование дня рождения Warface немного было омрачено проблемами с интерфейсом. Из-за чего часть игроков вообще не может нормально играть в игру, сука. Они просто не могут выбрать нужный режим, карту там, или запуститься на РМ. Как это комментировать? Да не знаю, как, собственно говоря. Ну, как обычно, мы уже привыкли, особенно с АЛОДами. Кто бы что ни говорил, наши там представители администрации защищают их, что, типа, ребята, да, АЛОДы, ну, вы не понимаете. Ну, вот те вот старые разработчики ничего не меняли, и было всё одно и то же, эти пришли и стали менять. Ну, как бы да, они многое сделали интересного, какие-то повороты, ребаланс. Тут согласен, было много, но, блин, плохого, по-моему, даже больше, чем хорошего, честно говоря. Да и как там, онлайн, да. В общем, игроки неоднозначно восприняли все эти изменения, и не всё пошло на пользу. Проблема в том, что новые разработчики, они часто, понимаете, они вот так вот прямо, вот, мы это сделаем. Мы говорим, не надо, ребят, ну, это вообще не то, это вообще, это вообще не вариант. Не-не-не, мы сделаем, и это не обсуждается. Ну, потом они опросы проводят какие-то там, как вы считаете, как вернуть игроков, что изменилось в игру в лучшую сторону, там, пятое, десятое. Ну, надо слушать всё-таки людей, которые играют в эту игру, там, лет по двенадцать, по одиннадцать, по десять, кто как. И как-то хоть немножко понимать, что к чему. Они, к сожалению, часто не прислушиваются. Я понимаю, игровая индустрия, не рискнёшь, не узнаешь. Но, как бы, не всегда надо рисковать. Есть люди, которые заранее могут хотя бы плюс и минус предвидеть результат, могут предвидеть реакцию игроков, и всё-таки послушать их стоит. Братишка, как считаешь, куда движется наша игра? Капитана Фидность, мы оба прекрасно, мы все понимаем тут, куда наша игра движется. Ха-ха-ха-ха-ха, да, блин, душа, сука. Эй. И смех, и грех. Не, ну, если так объективно смотреть, двенадцать лет Warface исполнилось, двенадцать лет. Двенадцать лет игра жива. Это, ну, это просто, понимаешь, если твоя игра не какой-нибудь ААА или супер популярная какая-нибудь драчильная мирового масштаба, типа Counter-Strike, доты, вот такого, и при этом твоя игра живёт двенадцать лет, да, блин, да это охрененный результат. В Warface никогда не был каким-то мировым хитом, в который играло огромное количество в любой стране практически, типа Counter-Strike, там, World of Warcraft и так далее. Это была региональная игра, да, она у нас была бешеной популярности, она по онлайну с Steam-овским Counter-Strike раньше была сопоставима, но надо понимать, что всё-таки региональная игра, она постепенно, там, десяток лет прошло, она потихонечку популярность будет терять, это неизбежно. И, тем не менее, игра через двенадцать лет всё ещё жива. В неё играет около тридцати тысяч, что, кстати, печально, но мы о этом позже поговорим. На самом деле, я думаю, как-то побольше будет. Да чё попозже, мы сейчас поговорим. Короче, что мне не нравится за последний год? Вот нас было одиннадцать лет Warface, а сейчас двенадцать лет. Что не нравится? Дело в том, что до Нового года, до Нового года ещё, пик у нас, как всегда, в Новый год, до Нового года, там, осень двадцать третьего, то есть, соответственно, октябрь, ноябрь, у нас было тридцать шесть, тридцать восемь тысяч, под сорок порой, там, после обновления сорокет. А сейчас, понимаете, как-то вообще странно стало. Больше тридцати двух тысяч почти онлайн не поднимается. Куда делись эти люди, там, за никакие-то несчастные полгода? Полгода прошло, и что-то около шести тысяч игроков, что ли, даже в пик отвалилось. То есть, я сейчас часто даже захожу, вечер, вот ещё недельку назад, наверное, я заходил, вечер, я смотрю, двадцать восемь, двадцать девять тысяч игроков. Как двадцать восемь? Это, понимаете, такая какая-то психологическая и критическая отметка. Как онлайн упал меньше тридцати тысяч? Меньше тридцати тысяч, ну, это по ночам только может падать, но не по вечерам же, там, не в семь, восемь, девять часов. Не может быть такого, такого не должно быть, это самый пик. Должно быть там тридцать два, тридцать четыре, тридцать шесть тысяч постоянно. Нет, меньше тридцати уже падает. И вот это я вам скажу звоночек. Что-то позитива сегодня не так уж и много. Ну ладно, ничего страшного. Самый главный позитив, что игра всё ещё жива. Она жива, жива, она ещё проживёт, и, скорее всего, не один год. Кто хочет по-настоящему играть, ну, это в основном люди, которые на НСРМ катают, это основной контент Warface, они играют, им будет ещё во что играть, и это, опять же, будет ещё не один год, друзья. Как человек, который трудится в сфере медиа, в том числе и в первую очередь в сфере медиа Warface, должен отметить, что, к сожалению, мы потеряли много интересных контент-криэйторов. Ну, блин, реально много, блин. Сейчас ты пытаешься вспомнить, кто был, и ты многие имена забыл уже, а потом начинают они всплывать и думаешь, да нифига, сколько интересных людей было. У меня тут даже записано. Элис, ну, Элиса все знают, это же легенда была игры, блин. Почему он ушёл и так далее, мы не будем это обсуждать. Всё, что, там, я хотел сказать, другие хотели сказать, всё уже давно сказано. Это уже история, всё было сказано, все своё мнение высказали. Собственно говоря, с этим всё. Желаю ему удачи в дальнейшей жизни. Лидпуд Коля, он вначале в Fortnite ушёл, не, он вначале вообще ушёл, потом он в Fortnite ушёл. Сейчас вообще непонятно, что он делал, где он, как он, ну, я тоже ему желаю успеха и удачи в жизни. Урокс в стенд-офф ушёл, вот, ещё там несколько ребят в стенд-офф ушёл. Я не скажу, что я их сильно смотрел, того же Урокса, но я тоже желаю удачи, молодцы, пацаны. Главное, чтобы, как бы, дальше продолжают, что-то делают. Потом у нас москит был. Многие даже не помнят, кто такой москит, вообще угарный персонаж был, вообще ха-ха, то ещё. Он потом пошёл, короче, контент по вейпам снимать, потом вообще исчез, не знаю, где, что, как. МС Кобель, вот, что-то он ушёл, потом канал. Короче, у него там вообще Санта-Барвара, Рота ещё, я заходил там где-то полгода назад, он купил себе какую-то крутую систему на базе 4080 RTX, поснимал какие-то бенчмарки и исчез тоже. На гипс случается. Вот, Аспит Валера, Аспит Валера, Валера, он до сих пор, кстати, и надёс, и стримит, у него какой-то другой канал. Столько всего, сука, изменилось, и тогда находишь, думаешь, блин, знакомый человек. Да, это ж Валера, блин, он у нас нубил, это наш человек, наш слон, так сказать, было такое. Багира Вай, тоже иногда редко что-то где-то стримит, у него до сих пор канал есть, ну вот. Но так уже, по большому счёту, можно сказать, она уже Варфейсом не занимается. Мой любимый, мой любимый за всю историю ютубер, за всю историю. Друзья, с кем хорошо общаюсь, не обижайтесь. Но это вот, это мужчина, которому у меня сердце принадлежит. Как вот, как вот контент-криэйтору, я лучшего автора по Варфейсу за всю историю не знал. Это мой любимый автор, это Ласка. Ха-ха-ха-ха-ха, прямо вообще сжёг, сука. Прямо это неповторимый стиль, неповторимый хронометраж роликов. Это так сочно было, это было концентрировано, невероятно. Мы сегодня ностальгируем, 12 лет всё-таки. И вот, Вася Васин, у Васина я как раз самое интересное, я по Варфейсу никогда не любил контент. Но я всегда любил его аналитику по другим играм, про индустрию, про какие-то обзоры. Вот это мне прям безумно заходило. Нет, PowerFace тоже нравилось, но вот такое вот общее, подкастовое, блогерское, а не обзор пушек и так далее. В этом он был прямо красавчик. Сейчас как бы работает ценный специалист, занимается установкой оборудования различного, климатических систем. Так что, ну, молодец, занимается человек, ему это ближе. Мой второй канал есть, мыслучизационный уголок называется. Он там иногда на инструмент делает обзоры. В общем, своей жизнью доволен, я желаю ему тоже успеха во всем. Так что, это далеко не все, это не все, ребят, тут столько всех еще. Тут масса людей, просто масса, масса которых я не упомянул. Блин, уже у некоторых просто ники не помню. Это реально нагибу, столько людей было, сука, ты их всех не упомнишь. Вот реально, людей было, ты смотришь там, наверное, ну, с пару десятков каналов, и это плюс-минус каких-то известных, крупных, которые хотя бы в какие-то периоды были на слуху. И все эти люди ушли, к сожалению, да. Кто-то вообще ушел с ютуба, кто-то пошел заниматься совершенно в другую сферу, а кто-то стал снимать другие игры. У всех по-разному сложилась судьба. Вот, кто-то до сих пор снимает, но их почти не видно там в поиске и так далее. То есть, как бы, активность подскатилась. Я сам так думаю, все нормально, все отлично, ребят. Так оно и бывает. Ностальгия, блин, многое было, блин. Warface это целый мир. YouTube Warface это целый мир. Сколько роликов было снято. Сколько всего разного было. Блин, это же Doom HTF вспомнил. Вот, до сих пор, кстати, существует. Есть у него небольшое комьюнити, он, наверное, стримит. Очень редко в поиске найдешь, ну, можно, можно, можно отыскать, думать, что-то делает там. Кого только не было. Блин, самые разные люди были, самые необычные. Контента просто в море было. Сейчас, к сожалению, такого не осталось, да. Сейчас остались вот такие эти прям старики-мастодонты. Доживаю свой век, как бы, там, я таких прям совсем старых. Разор, Разор в первую очередь, надо сказать. Разор и MC Серега. Я там через год после них начал. Вот. Элис ушел уже все, как бы, ушел он из YouTube, ушел из Warface. Из Warface про YouTube точно не знаю. Может где-то что-то делать, просто мы не в курсе. Вот. Элис ушел из таких супер-древних. MC Серега, Разор. Потом, наверное, потом Дрымский и я. Мы примерно чуть позже уже стал набирать популярность Костя Медиум. Но он тоже, в принципе, динозавр уже по нынешним, без обид просто, по нынешним временам, да. Есть такое. Кто у нас там еще? У нас новые, новые люди, новые лица. Марни, он уже попозже стал. Фрайзл, Стакан, Степан. Он же Рокотоника, он же Пентатоника. Он, ну, наш пацан, наш слон тоже, короче, нормальный парень. В общем, люди есть и новые какие-то есть. Но, в целом, Ютуб все-таки, ну, будем честны, за 12 лет он подужался. Подужался прилично, как бы. Варфейс все-таки, она такая вот нишевая, местечковая игра стала. Если раньше этот еще, о, эти споры, эти крупнейшие там блогеры-миллионники снимали там, кричали, Варфейс говно! И наши ребята приходили и просто их, сука, в дизлайках топили прямо вот. Причем, даже если они по факту что-то говорили, их все равно, сука, топили в дизлайках, потому что Варфейс трогать нельзя, никогда. Только игрок Варфейс может сказать что-то плохое про Варфейс, понимаете? Это был закон такой, закон. Ну и, кстати, позитивных комментариев было много. Игра та еще была, как бы, да, в кавычках, много было своих нюансов, но она была какая-то живая, интересная, развивалась, сука. И поэтому все-таки, в основном, позитивчик пер в комментах прямо нереально. У любого ютубера зайди. Сейчас же ты снимаешь что-то веселое, прикольное, или там тебе понравилась новинка, во, а, скатился, продался, сука, там, вот это все. Я не играю в Варфейс, нафиг, да, и я зашел посмотреть, я все понял, все как всегда. Ну, короче, вот это вот, вот это много стало такого, вот усталость какая-то появилась психологическая у людей. И у контент-криэйторов, и у зрителей. Это не, ну, как бы, это, может, плохо, но это неплохо, это естественно, как бы. Понимаете, ничто не вечно под луной, так сказать. Да и сама вселенная не вечно. Все, как бы, приходит и уходит. Да, на гипс случается, все получается. А давай все-таки конкретно поговорим про онлайн. Как ты считаешь, в чем причина такого состояния? С онлайном, Капитан, очевидная ситуация интересная. Ну, действительно, друзья, интересная с онлайном. Почему онлайн Варфейс вот как-то так стал подспадать, особенно последние полгода? Да на самом деле год, год, наверное, уже он. Вот прямо так вот он полетел. Может и больше, но вот как-то сейчас это стало заметно. Почему люди, ну, большее количество людей с каждым днем все оставляет Варфейс? Там за последние полгода тысяч шесть человек, наверное, отвалилось. Это при том, что у нас и так онлайн, ну, все-таки уже по нынешним меркам не сказать, что большой на самом деле. Ситуация тут проста. Просто Варфейс перестал быть на самом деле шутером. Вот таким общедоступным пришел, нагибаешь. Сейчас постараюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это, конечно, будет оправдание. Я же просто объясняю. Вот представь себе, что ты новый игрок. Ну, вот ты увидел рекламу Варфейса. Ты зашел, ты зашел. У тебя опыт в шутерах какой-то, допустим, есть определенный. Есть определенный опыт. Ты играл там в Call of Duty, Battlefield, Epyx Legends, Королевские Битвы, не Королевские, в Counter-Strike, в Валоран, там, все что угодно, короче. Вот в любую другую помойку. Все это помойки, на самом деле. В любую игру придешь, тебе этого расскажут местные же, почему это помойка. Но, тем не менее, ты пришел из тех помоек в нашу помойку. Ты пришел. Ты пришел такой на Армалды, зашел, короче, такой, встречайте папочку, сука. Опыт, хэдшот, а все, и ты зашел. Те выдают дефолтное оружие, те выдают дефолтную броню. По ссылке в описании, конечно, ты получишь, как бы, ну, поинтересней. И, тем не менее, ты привык, как любой игрок шутера, а что такое шутер? Ты зашел, и ты играешь. И все. Ты берешь какой-нибудь ствол, там, например, в Call of Duty, у тебя открывается он быстро в прогрессии. То есть, ты там поиграл день, у тебя открылся уже какой-нибудь ствол, с которым можно нагнуть, сука, практически все, без проблем, лишь бы руки были на месте. За этот же вечер ты его прокачал на какой-нибудь мясной карте, побегал, все мастерство прокачалось, ты поставил нужные модули, там, какие-то, да, перки, все. И все, и ты нагибаешь, и все, без проблем. То есть, ну, как бы, ты просто зашел, купил игру, там, или, там, фри-то-плей какая-нибудь, может, какой-нибудь гадь посмотрел, как быстрее прокачать, и ты просто за один день ты все открыл, ты сразу снарядил, и ты гнешь. Все. Начинается та самая честная игра. В других же играх, в принципе, то есть, там, каких-нибудь, там, в Counter-Strike, ты просто зашел, да, блин, да тебе все оружие сразу доступно, ты сразу зашел, убил, может, одного чувака, там, немножко ознакомился с механиками, что, там, надо лучше стоять на месте, после стрейфа делать обратно, чтобы нормально там залетало. Все, ты, у тебя кэш какой-то упал после первого, второго, третьего раунда, ты, короче, купил снарягу, купил ствол и пошел гнуть и гнуться. Все нормально, все ясно, все понятно. Собственно, в Warface раньше было чуть-чуть похуже, но смысл был тот же. То есть, ты заходишь, вот, старых еще, не приолодах, то есть, при всех недостатках, помойностях игры, там, при всех вот этих вот, ты зашел, особенно, если у ютубера, опять же, по ссылке в описании, прошел уже какой-то годнотеллу, плюс-минус получил, ты зашел и гнешь. Если ты просто сам узнал игры, там, с какого-то сайта, ты зашел, у тебя вообще никаких плюшек, там, бонусов нет. Ты получил дефолтный ствол, ты с ним сделал Сосо Павлиашвили, буквально пару раундов, все равно, там, на новичках особо пацаны не играют, если у тебя опыт в других шутерах есть, ты уже, уже не так уж и плохо. Ты немножко Сосо Павлиашвили поделал, там, несколько матчей, взял какой-то другой ствол, у тебя появилось, возможно, что-то открылось, тем более, там, прокачку потом улучшили. И ты пошел гнуть, в принципе, то есть, уже нормально, пока ты дорастешь до ветеранов, ты дорастешь до ветеранов, ты поймешь, что неплохо бы задонатить, как бы, ты задонатишь, может, еще какая-то акция будет, может, по фикс прайсу что-то будут продавать, и ты будешь комфортно играть. То есть, даже, даже самый вот плохой вариант, что тебе придется крутить коробки удачи за кредиты, у тебя какие-то там знакомые, или, там, посмотришь видео ютубера, ты поймешь, а, там, надо, в целом, ну, тысяч шесть кредитов закинуть, и ты тогда выбьешь. И большинство, абсолютное большинство, закинув те же, там, пять-шесть тысяч кредитов, они с них выбивали, ну, нравится игра, все уже, как бы, ты зацепила, ты выбил стол и пошел гнуть, никаких проблем, все, ты даже новичок, там, ну, плюс-минус умеющий играть шутеров, тебя варфейс мог зацепить, вход был, ну, как бы, ну, по скиллу, может быть, еще какие-то требования были, там, да, умение наводиться, все-таки, там, люди у нас тоже, извините, ну, умели играть уже на ветеранах. Но, в целом, путь был понятен, то есть, новички общий, прекрасно идет, ветераны сложнее, неплохо бы задонатить, но сумма предсказуемая, все ясно, никакого задротства, задонатил и пошел играть в то, что тебе нравится. Просто очень важно, ты с этого момента играешь то, что тебе нравится, то есть, ты любишь рейтинговый матч, матчмейкинги, как в Counter-Strike, ты просто засел на РМ, нашел себе корешей, потом вступил в клан, они тебе все объяснили, без проблем, ты просто каждый день, приходя с учебы, работы, там, все, что угодно, там, ты просто пришел, ты сел и играешь в свой любимый РМ, все, раз несколько месяцев, если прямо вот не тратиться на все, что попало, раз несколько месяцев, ты просто выбиваешь, там, новую пушку или новый пистолет, все, ты больше бабок даже не тратишь, ты там, вот, випку можешь на распродаже купить, там, на полгода вперед, там, сущие копейки, как говорится, у меня виной надо дороже стоит, а теперь представьте, как оно сейчас происходит, ты приходишь в Warface, в сегодняшний Warface ты приходишь, дефолт, ну, в принципе, тебе его засунут в одно место, туда, куда не светит солнце, вообще жопа просто для новичка, он даже не понимает, что происходит, какие детали, почему какие-то детали на моды нужны, почему пушки так, сука, тяжко качаются, почему ПВЕ такое сложное, почему какие-то знаки возвращения нужны, а потом они за бабки, что вообще, сука, происходит в этом мире, почему я не могу просто играть рейтинговые матчи, почему я должен, чтобы плюс-минус как-то сэкономить, бегать какие-то ПВЕшки, если мне не нужны какие-то разряды качать, зачем я должен выполнять какие-то контракты, что за дебилист, я же пришел в шутер играть, это же не каторга, это же не вторая работа, мне первых хватает, зачем я сюда пришел страдать, я хочу просто, ладно, пусть за донат, я хочу купить кушку, пушку и все, и пошел играть РМ, все, мне ничего не надо, более того, это впечатление не только новичка, это же приходят старые игроки, они приходят, они в шоке, потому что они раньше знали, если он в каком-нибудь 14-м году выбил там ЮСАС, Сайгу, или Скар Эйдж, или там КТАР, КТАР, то, допустим, в году в 17-м это уже был в целом КАЛ, но с ним можно было убивать, вот хоть усырить, можно было, да, надо поновее, сейчас же человек, который играл в 17-м, каком-нибудь там, в 18-м году, он заходит своим АК-12, и просто, сука, его наклоняют без шансов, потому что АК-12, в принципе, не пилит в голову, если у него есть какой-нибудь АК-15, чуть-чуть что-то поновее, какой-нибудь ГРОТ, то, что может, или там, условно может убивать, там, ваншотить голову, он всё равно делает Соса Павляшвили, потому что тут СТК на него вылетает, ну просто, он вообще, он ничего не может, он никто и звать его никак, он просто мусор, всё, вообще, без шансов, то есть человек, который играл раньше, у него богатый склад, его оружие, в принципе, перестало убивать вообще, от слова совсем, Когда он видит дробовик, двуствольный, с уроном 2500, представьте, ребята, его вообще впечатление, и эти штурмовые винтовки с уроном 105 просто, вы вообще себе представляете, что происходит в голове этого человека? Да он, сука, в шоке, даже если он из тех, кто привык закинывать монету, он скоро обнаруживает, что просто выбить новинку, это не выбить ничего, ты пустышку купил, оказывается, её надо качать! Качать! Но это, сука, это просто подумать игроку вот 17-го года, даже 17-го года, ты расскажешь, что пушку надо качать! Помимо этого, для неё нужны детали, детали какие-то, какие детали, блин, мы чё, в MMORPG играем? Или мы у нас, может, этот, третий Варкрафт готов калывать, нужно больше золота! Нет, мы играем в шутер, я пришёл, почему я должен бегать там, вон там, чё-то выполнять? Зачем мне надо? Зачем оно мне вообще надо? Я пришёл, как по старинке, зайти, блин, пушку выбил новенькую, всё, просто покрутил коробочки, выпало, ништяк, взял, пошёл на РМ, там, купил максимум комплект брони! Зачем оно мне всё надо? Я ж сюда, реально, ну я не работать пришёл! Понимаете? Вот такая логика! Вот поэтому всё плохо! Серьёзно! Я должен на 12-ти лет, конечно, в Варфейсе что-то кричать, там, ништяк, там, я не знаю, сука, конфетти, блин, тут должно лететь! Но, кстати, почему другие ютуберы как-то, я не знаю, ну, надо, ребят, сделайте тоже видео под, под, ну, я, 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 я знаю, многие в Новый год делают, давайте сейчас сделаем, но я считаю, надо высказаться, что у нас 12 лет. 12 лет как-то, ну, я просто честно говорю, ну, не шибко позитивно проходит, потому что, ну, последние полгода как-то вот это падение онлайна, вот эти все тенденции, мне не нравится, вот, и я решил в этом подкасте, сука, он должен был быть на 12 минут. Ладно, так получается, ну, меня понесло, вы же не против, вы же любите, когда я рассказываю. Я знаю, может, соседи у вас уже затапливать первый этаж, но, тем не менее, многим нравится, многим нравится, как бы, она так бывает. И я высказываю свое мнение. В общем, как-то так. То есть, человек, который сегодня приходит в Warface, он приходит не в шутер, хотя ожидал шутер. Это, понимаете, ситуация такая же, как с Калибром. Опять Калибр. Да, опять Калибр, а почему бы и нет? Ну, реально, Калибр, это игра, которая обещала, одним обещала, ооо, это, это игра про спецназ. Ну, прибежали эти дяди, короче, страйкболисты такие, знаешь. О, ништяк, короче, перерывок между страйкболом, буду сидеть за баночкой пива там, или там чая, ухто, за ЗОЖ там, буду сидеть за столом просто. И вот пока вот не сезон, не погода, еще что-нибудь, вместо страйкбола я буду вот дома страйкболом заниматься. Вот она, понимаете, игра про спецназ, все так круто, сука, будем тактикульными, тактикульщиками, сука, кучу обвесов поставлю, пойду нагибать. Заходы, проходы, взрыв, взрыв двери, там еще что-нибудь. И, конечно же, были игроки шутеров, которые ждали какой-нибудь, блядь, классный шутер будет, цыка, тут дым-сидым, там, блядь, как Call of Duty лучше Warface'а. В итоге, нет, разработчики галили, что это будет не шутер. Ну, как бы тут же вот эти, вот эти, понимаешь, эти, тактикульщики, они такие, ааа, ништяк, это будет реально, это симулятор спецназа, блядь, мы там-то... А в итоге вышел калибр, да, игра, в которой снайперская винтовка в голову не ваншотит, оперативники, сука, какие-то, блин, еле-еле дохлые, у них стамина не восстанавливается, короче, вообще, пацаны, просто, ну, любой, кто срочку служил, знаешь, блин, бронежилеток бегают несколько километров, ничего, обычные солдаты, не спецы, отдышался и дальше бежишь, а что теперь делать? А тут какие-то, сука, я не знаю, вообще, рахиты какие-то, кое-как не передвигаются, в голову ничего не ваншотит, там, за редким исключением, какие-то перки, как за дивижен, что это вообще такое, понимаете? И получается, игроки калибра, эти, разработчики калибра, они никому не угодили, потому что люди, которые хотели увидеть симулятор спецназа, они сказали, дадите вы задницу, мы пойдем в Тарков играть, это и то ближе, это какая-то там, ну, там, ранение туда-сюда, там, оружие действительно наносит какие-то повреждения, там, похоже на наш любимый страйкбол, короче, там, дозарядка магазинов, вот этот реализм весь, вот они туда пошли, а игроки, которые шутер хотели увидеть, они такие, чё? Вот, это, это что вообще? Они сказали, нам вообще нафиг не надо, мы пойдем вон дальше, в Warface, Call of Duty, Battlefield играть, там, Counter-Strike, нам такое не надо, спасибо, Epic Legends какой-нибудь, да все что угодно, только не это, не-не-не-не, это, 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 это не про нас, извините, вот и все, получается, игра не для никого, и у Warface та же проблема, потому что старичку возвращаться в игру, он в шоке, он пришел, он увидел, он такой, типа, что? Это Warface такой стал, как бы, а где нормальный гейм, где нормальный вот это вот, алгоритм неизвестный, я зашел, играю, там, задрочу весь вечер, ночь, весь выходной, РМ, и все, я никогда не играл ПВЕшки, допустим, он говорит, мне это нафиг не надо, а ПВЕшник говорит, например, я бегал ПВЕшки, но, там, для челленджа я брал спецоперации, спецоперации, а потом бегал в свое удовольствие, там, выполнял какие-то короны, что-то забирал где-то, а потом бегал в свое удовольствие, а теперь удовольствия нигде нет, сука, это дрочь тупая, это только для любителей хардкора, типа, зачем оно мне надо, я медитировал, я общался с людьми, я слушал подкасты под эти ПВЕшки, типа, а зачем мне оно, как я буду, тут, блин, в голову, весь смак был ПВЕшек в голову ваншотить ботов, теперь это можно сделать только, сука, с каких-нибудь стационарных пушек, заточенных и прокачанных только под этого, ну, а зачем ему это, ему это тоже не надо, и получается, Варфейс это игра для никого, то есть, в нее сейчас играют люди, только которые совсем смирились, и вот они уже здесь находятся, они находятся, их там что-то держат, клан, знакомый, что-нибудь еще, кто-то считает себя киберспортсменом мирового уровня, вот, и надеется, что завтра будет лучше, вот эти люди сидят, они в надежде сидят на что-то, вот, они совсем смирились, они как бы это съели, они согласны, вот, вот мы с вами, да, мы сидим, как бы, что-то делаем. Тот, который помнит старый Варфейс, старичок, в большинстве случаев, мне кажется, вот, тот и вернется, конечно, смирится, многие просто не вернутся, ему такой Варфейс не нужен, у него воспоминания совершенно другие об Варфейсе, вот, это именно шутер был. Новичку, новичок, ну, с новичком сложнее всего, если старый, как бы, еще игрок, он понимает, что это Варфейс, то чего угодно можно ожидать, то новичок, он вообще, наверное, в шоке, он просто приходит такой, ЧЕГО? Как качать? Зачем качать? Какие разряды? Что это такое? В MMORPG проще разобраться, какие детали? О чем вы говорите? Какие, сука, обязательные контракты? Я что, сюда на работу хожу? Я пришел поиграть в шутер, ребята, ну как Call of Duty, дайте мне пушку, я пошел гнуть. Но, нет, у нас, к сожалению, так не работает. Ну, с другой стороны, многие сейчас говорят, что Варфейс на самом деле стал для обычных игроков дешевле и бесплатнее. Ну, я бы не сказал. Да, сейчас многие говорят, там, и наши администрации, и блогеры некоторых поддерживают, да, ну че, типа, камон, игра-то дешевле стала, раньше нельзя было получить мету, сейчас можно получить мету. Мета-это оружие, готовое, ну, тоже оружие, да, например, оружие, готовое к использованию, все, конечный вариант, это мета. Если ты получаешь, я не знаю, там, ну, все что угодно, тебе выдают какой-нибудь кедр, тебе выдают, там, СТК, например, но оно не готово к использованию, это не мета. Ну, то есть, как бы, тебе надо вкладываться все равно. И тут, либо ты будешь адски задротить, адски прям задротить, нормально так прям, тебе же надо прокачать пушку, то есть, тебе надо бегать реально. То есть, ты не можешь просто позволить себе, как ты хочешь, нормальный игрок шутера, взять и сразу пойти с пушкой на РМ. Это будет больно. То есть, тебе надо все равно, надо идти ее качать. И просто сидя на РМ, это будет сложно сделать. Тебе нужны детали. Детали, если ты будешь выполнять контракт, ты будешь выполнять его, там, месяц, чтобы на эту пушку накопить. То есть, месяц ты в той или иной степени, но все равно будешь находиться в позе дядя нагнулся за кирпичиком, потому что у тебя есть такая непрокаченная, а у того парня прокаченная. Ну, можно ли это назвать, что игра стала почти бесплатной? Не знаю. Мне сложно вот так вот сказать. С моей точки зрения, может быть, но очень спорно. Тем более, все мы прекрасно понимаем, что если хочешь, многие же хотят там половину пушек, которые вводят, или может большинство прокачать, попробовать, то тут тебе надо ждать события, в события тебе надо заносить деньги, тысяч где-то, ну, от 10 до 20 тысяч кредитов, и в разных событиях, по-разному было, и крутить, 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 выкрутить все основные призы, а потом выкручивать, естественно, детали. То есть, нет, как бы, мне говорят, что Warface стал дешевле, что он там больше, возможностей для тех, кто не донатит. Возможности для тех, кто не донатит, это через жопу боль, через жопу боль, да, через терпение, терпение, учитесь терпению. У нас это модное сейчас слово пошло вообще, терпение, ну вот, пацаны, это терпение, конкретное такое, терпите, сука, будет больно. Вот, либо вариант, тебе все равно придется донатить, тогда не надо терпеть, если ты донатишь, не надо терпеть. Купил пушку, выкрутил, это ты раз задонатил, прокачал ее за кредит, это два ты задонатил, в событии набил себе детали, это три ты задонатил, причем три вообще хорошо задонатил. Ну, как-то так. То есть, я не знаю, не знаю, ребят, но, по-моему, если подбивать бабки, если ты прям хочешь играть то, что тебе надо, как раньше, раньше ты просто вот выбиваешь пушку за несколько тысяч кредитов, там, от трех до шести, обычно средняя, да, ну, как бы, до шести обычно почти всегда хватало, в большинстве случаев. Ты убиваешь за эти кредиты себе пушку, идешь на РМ, все, 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 ты больше ничего не делаешь, все, ты только выбил пушку, это один раз ты задонатил, все. Сейчас ты будешь донатить на пушку, ты будешь донатить на прокачку, если ты не хочешь бегать по ВЕшке, задрать, какой-то фигней заниматься, высчитывать, где больше, где меньше, страдать там, а просто играть РМ, как всегда. То есть ты, ты еще бабки тратишь, даже если ты пушку получил бесплатно, ты все равно бабки тратишь, чтобы ее прокачать, и чтобы не ждать неделю-две месяц, пока ты все так прокачаешь и поешь. Нет, 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 ты хочешь, сразу выбил, взял, пошел на РМ, вот, только будь задобр, здравствуйте, вот, прогрессию, за кредиты прокачал, детали, вероятно, тоже кредиты. Нет, ребят, дешевле не получается, это, это самообман, это так не работает, нет, вот, не-не-не-не-не-не, я не считаю, что Warface стал намного дешевле. Если ты привык играть прям в полном комфорте, все выпил, за все заплодил, чтобы просто играть РМ, например, никуда не ходить, свой любимый режим, Warface стал дороже. Как ни странно, да, если подумать, он стал дороже, причем несколько раз. Если ты хочешь прям вообще не заморачиваться, если ты готов страдать, терпение, то самое, если ты, вот, как бы, ты сторонник терпения, то, в принципе, да, очень большое терпение, очень долгое, и, наверное, ты можешь бесплатно даже играть. Ну, это прям, знаешь, там, из разряда, короче, бросил школу-институт, развелся с женой, короче, попросил у кого-то в долг, сидишь дома и играешь, короче, 24 на 7. Вот тогда да, ты будешь успешен. Какой же ты тролль? Какой есть кэпчик, таким вот я появился, ну, что теперь сделать, вот, такова натура. Ты сам-то в нашу любимую игру еще планируешь играть? Я планирую играть, да, я планирую играть, но я не играю Рэм, и мне это давно интересно стало, я играю только в паблики, я играю в мясорубочки иногда, играю там, штурмы, короче, нарезочку записал для вас, вот. Она должна была быть, кстати, не должна была повторяться, сразу говорю, ну, просто вот как всегда получилось, я говорю, 12 минут должно было быть видео, вот, а получилось немножко больше, чуть-чуть. Поэтому, друзья, вот такая ситуация, я буду продолжать обозревать нашу игру, такое видео получилось на 12-летие, наверное, не позитивное. Я хотел, конечно, вначале я хотел, как бы, сказать плюсы-минусы, и, как бы, все, пожелать вам удачи. Меня понесло, но я по факту сказал, ребят, я же по факту сказал, что я, ну, я вру, что ли. Придут олды, которые играли, скажут, как им нынешний Warface, может, новички, которые, вот, и так далее, и тому подобное. Действующие игроки, я думаю, тоже многие во многом со мной будут согласны. Хотелось бы прояснить все-таки, прояснить, пояснить, объяснить, а не просто оправдать там и так далее. Сказать, как есть, как вот, по факту, как я считаю, искренне, вот, я считаю так. Конечно, хотелось бы, чтобы было по-другому. Наши разработчики от системы деталей не хотят отказываться от своего курса, не очень хотят. У них есть, я не буду говорить, что наши разработчики плохие, нет, нынешние. У них много интересных решений, у них вот эти карты новые, режимы временные. Блин, это, ребят, все классно, но это не основа, вот, за которую надо, вот, зацепить игрока, чтобы он остался. Вот, самая проблема, это проблема входа, это возвращение старых игроков. Это то, что вы можете вообще новым игрокам предложить. Потому что самая большая проблема, то, что он приходит, он ожидает шутер. Его ожидание, любого игрока, который почти, ну, 99% игроков, которые приходят в Warface, они ждут шутер. И они не получают шутер, понимаете? Это самая большая проблема Warface, нынешнего Эмми, именно, Warface. До деталей, до всей вот этой истории, это одна из самых больших проблем. Я сразу говорил, вот, ребята, вот вы свидетели, когда появились детали, я сказал, что детали будут на все пушки. Это разговоры в пользу бедных, этот популизм, что мы воскресим оружие за варбаксы, это фигня. Я тогда сразу сказал, что будет все оружие в будущем, все новое, все ходовое, все нормальное, все будет за детали. Будут моды по-любому. Мне не верили, прям писали. А разработчики сказали, что будут только для варбаксов. Я сказал, ребята, будет для всего. Вы мне не верили? Ну, вот, получите. Я сказал, что это будет очень плохо для игры. Я с разработчиками, мы говорили в Дискорде. Им прям не нравилось то, что я говорю, мы немножко прям спорили. Но я говорю, ребят, это боком выйдет в игре вот эта вся система, когда игрок начинает играть не в шутер, а в ММО-РПГ. Он пришел играть в шутер, он пришел все просто. Вот, какой режим один ему нравится, он должен там сидеть 24 на 7, задротить вот именно этот режим. И при этом у него все должно быть, все. Если игра все-таки pay to win, он должен выбить пушку там, задонатить на броню и все. Никаких больше требований, никаких дополнительных взносов, никаких ресурсов. Он пришел играть в шутер, даже если он очень условно бесплатный. Но это шутер, понимаете? Варфейс с его старой системой монетизации, кто бы что там, разработчики не говорили, он все-таки, наверное, для игрока неприхотливого, точнее, наоборот, прихотливого, который не хотел никуда бегать, хотел играть в один режим, он даже был дешевле и интереснее. Потому что, что ему, вот у него любимый РМ, он пошел, задонатил на новую пушку, пошел играть, все. Он до следующего месяца не донатит, он не думает за детали, он не думает за контракты, ему нафиг не нужны никакие разряды. Ему на это на все насрать, вот, все, он живет этим РМом, он, сука, человек РМ, у него весь мозг только на один РМ настроен. У другого там он только мясорубки, как я, когда-то играет. Третий, наоборот, с ПВЕшек не вылазит, ему вообще нафиг не усрался этот РМ, ПВП и так далее. Все, тут для всех было хорошо, ты пришел, ты вот конкретно здесь. Никто из него бабки не сосет ни на что, то есть все, он конкретно знает, вот есть пушка, да, вот она нагибает, она лучше, чем другие. Он ее выбил, все, он забыл. А если он играет один-два класса или вообще некоторые одним классом только играли, вот он прирожденный штурмовик, он только штурма признает. Да он вообще мог иногда задонатить и год больше не донатить в эту игру. Конь, берету РХ выбил, все, все, ну реально, если ты берету выбил, ты можешь год там полтора-два не донатить, а он тебе нафиг не надо. Вот именно так, да. Или выбил конь АК-12, ну выйдет потом какая-нибудь там, тайп какой-то 89, выйдет какой-нибудь АК-15, да он тебе нафиг не нужен, ты еще с 12-м калашом нагибать еще год будешь, больше. Все прекрасно, никаких проблем. Это самая главная проблема в Варфейсе. Варфейс перестал быть шутером, а объективно это не шутер. В привычном понимании человека, вообще, это вообще не шутер. В этом и проблема, то есть старые игроки приходят, они не видят того Варфейса, к которому привыкли, новые игроки приходят, они просто в шоке, они, вы че, с дуба рухнули, не, не, я пошел дальше в контроль играть. Это проблема, хотя в игре много контента, в нашей игре, за 12 лет действительно много классных карт было сделано, много режимов. Разработчикам огромное спасибо за временные режимы, которые они сейчас вводят, это вообще изюминка, это вот то немногое, за что можно зацепиться, похвалить прям супер. Вот такие дела, я надеюсь, что данное видео не будет воспринято исключительно как что-то, что я там в Варфейсе хороню, я надеюсь, что разработчики сделают вывод из этого, они сделают выводы, и у игры все-таки появится второй шанс. Я не говорю о том, что Варфейс там грит агент, 150 тысяч, нет, я говорю, что Варфейс там довести снова там до уровня 40 тысяч вполне реально, и многие вернутся старые игроки, я не сомневаюсь, что так можно сделать. Ну для начала, ребят, ну просто удалите нахрен детали из игры, просто удалите детали и контракты с ними связанные. Все моды переработайте, моды 3.0, там 4.0, не знаю, какие хотите сделайте, все моды сразу открываются в максимальном качестве, есть только одно качество, максимальное сразу, при прокачке пушки. Вот просто пушка прокачивается, открывается мод в максимальном качестве, и ты сразу его можешь ставить, без всяких деталей. Все, вот это игроки шутеров поймут, прокачку пушки они потерпят, не надо ее сильно усложнять, оставьте как сейчас, это они потерпят. Кто-то выбьет, кто-то получит события, я не думаю, что Варфейс от этого колоссально обеднеет, а скорее даже приобретет, потому что придут все-таки вернутся старые, придут новые, и более-менее онлайн будет нормальным. А то, что сейчас мы имеем, к сожалению, глубокого позитива в моей душе не дарит. Но, тем не менее, на 12 лет Варфейса хочется сказать огромное спасибо тем, кто остается в этой игре, разработчикам, несмотря ни на что, огромное спасибо, что делают ее. И я надеюсь, что все-таки будут сделаны правильные выборы, правильные выводы, правильные выборы, вот, все будет сделано правильно. И это, я очень надеюсь, позволит нам всем наслаждаться этой игрой еще много-много лет. Продолжение следует...